Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни Сегодня вы увидите Смешанный стиль В Рязани прошел открытый кубок Рязанской области по ММА Шах и мат Сильнейший рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин Побыл в гостях у нашей программы В старинный воинский путь На открытии чемпионата по кабудо Рязанцы увидели испытания японских мячей В последние годы мы стали свидетелями Возникновения нового уникального вида спорта До его появления техника единоборства Традиционно делилась на ударную бокс Кикбоксинг, карате, тейквондо Тайские боксы и так далее И бросковую вольную греко-римская борьба Самбо-дзюдо Появление в начале 90-х так называемого Смешанного стиля буквально перевернуло Мир спортивных единоборств И заставило многих из их почитателей Заново присмотреть свой взгляд На многие виды борьбы В минувшие выходные на базе специализированной Детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва единства В Рязани прошел открытый кубок Рязанской области По смешанному боевому единоборству ММА это пока молодой вид спорта И абсолютно новый для нашего города Несмотря на это Участников было более чем достаточно На ринг вышли 62 спортсмена В соревнованиях приняли участие 10 команд из Рязани, Рязанской и Московской областей Смешанное единоборство Пожалуй, самый захватывающий вид спорта На сегодняшний день Это боевое искусство, сочетающее в себя Множество школ, техник и направлений единоборств Часто можно услышать, что ММА называют боями без правил Непосвященному кажется, что тут действительно правил нет Тем не менее, подобное высказывание неверно Так как это спорт А у любого спорта есть свои правила и традиции И как бы жестко не выглядели бои ММА На ринге не было зафиксировано ни одного случая со смертельным исходом Потому что все-таки в этом единоборстве правила есть И они выполняются Запрещены удары в область пахов Позвоночник, затылок А также захваты за ринг Ну и технические приемы, такие как разговоры на ринге Много запрещающих приемов, очень много Это полноконтактный бой с применением как ударной техники Так и борьбы в стойке и в портере А по зрелищности в разы превосходит бокс Поскольку арсенал у бойца гораздо шире Ну а чтобы победить, нужно иметь хорошую базу приемов из разных видов единоборств И уметь применять их во время поединка с любым соперником Хотя профессионалы уверяют, что даже этого будет мало для настоящей победы Все должно быть в комплексе То есть и техническая подготовка бойца И морально-психологические качества Выносливость, упорство То есть если это все идет в комплексе, то успех обеспечен Отсутствие жестких правил и случайный выбор соперников Позволяет сохранить интригу того, кто же в итоге победит не только в финальных, но и в отборочных встречах Кто будет следующим чемпионом? Мастер джиу-джитсу или уличный боец, владеющий техникой первобытного выживания? Ответа на этот вопрос не знает никто В боях без правил нет прогнозируемого финала Один удар, один удачный бросок могут решить исход поединка, явив миру нового героя Морально-волевые качества, они должны преобладать на самом деле в единоборствах Потому что тогда, когда кончается сила, уже работаешь именно на морально-волевых качествах Когда просто есть моменты, когда тяжело Тут, кажется, уже все, исход боя решен, ты проигрываешь Но ты делаешь какие-то, ну, из последних сил действия И они проходят, и ты побеждаешь Поражения спортсмены не боятся В опасности ищут азарт Говорят, что соперника жалеть не нужно А вот жать друг другу руки и оставаться друзьями после боя – дело святое Тебе не жалко своих соперников? Ну, говорят, жалеть как никто Меня тоже никто не жалеет, правильно? И если это спорт, то есть спорт, правильно? Нужно уважать друг друга А в ринге уже соперники За ковром, может, там, ну, братья, как говорится, да А в ринге уже соперники Кубок Рязанской области прошел на ура Нарязанские бойцы показали высший класс А зрелищность соревнований зашкаливала Союз ММР России, смешанное боевое единоборство Развивается с бешеной скоростью Народы в клубы, спортивные организации приходят все больше и больше Начинаем проводить все больше и больше спортивных мероприятий То есть развивается спорт очень активно, широко Касается нашей области Второй год подряд мы ездим на первенство ЦФО Занимаем там призовые места Как в командном первенстве, так и в личном командном первенстве Конечно, впереди новые соревнования и новые победы И то, что у наших бойцов впереди большие перспективы, несомненно Старинный воинский путь А на открытии чемпионата по Кубудо Рязанцы увидели испытание японских мячей А участники соревнований, как всегда, показали мастер-класс Подробности в нашем следующем сюжете В воскресенье 9 ноября в спортзале РГУ имени Есенина Прошел чемпионат и первенство Рязанской области По восточному боевому единоборству Кубудом Соревнования проходили уже в третий раз В этом году в них приняли участие более 140 борцов Обоих полов разного возраста, от 6 лет и старше В спортзале работали сразу две площадки На одной спортсмены соревновались в мастерстве рукопашного боя На другой демонстрировали уровень владения холодным оружием Конечно, соревнования удались Здесь участники рассказали, что было приятно соревноваться с сильными соперниками Отметили очень грамотное судейство и признались, что жизнь свою без спорта не мыслят Понравились сами соревнования Выступал, конечно, первый раз К сожалению, еще не занял Вот, ну, понравилось выступать Понравилось оружие Понравилось работать с ним Выступал в разделе кумите Выступил хорошо Занял призовое место Что было самое сложное для тебя? Ну, самое сложное на этих соревнованиях было, как бы, ждать, когда тебя назовут, вызовут на татами Это самое сложное Мне понравилось большое количество участников То есть, можно было с кем посоревноваться Также очень грамотное судейство Что очень редко можно увидеть на данного рода соревнованиях И, ну, естественно, мне понравилось то, что среди этих участников я стал победителем И для справки на кабуду или кабудзюцу Традиционное окинавское боевое искусство Работы с холодным оружием Самыми используемыми видами оружия являются шест, мунчаки, серп, деревянная дубинка С поперечной рукоятью, металлический трезубец, деревянное весло и тисак в паре с круглым щитом Кабудо применяется для сражения как с одним, так и с группой противников Как невооруженных, так и с оружием Результат обучения заключается в выработке Навыка применять и манипулировать с большой скоростью самыми различными предметами В кабудо, как и во всех единоборствах, выделяют восемь последовательно повышающих умений ступеней подготовки Которые важно преодолевать в нужном порядке Каждый стиль имеет свою технику, но основная концепция и методы у всех одни А дальнейшие планы выступлений? ЦФО, во-первых Во-вторых, чемпионаты России Ну и если пойдем дальше, то какие-нибудь чемпионаты мира и чемпионаты стран Без карате я уже не вижу своей дальнейшей жизни Почти половина моего образа жизни посвящена спорту И без этого я дальнейшим себя не вижу Есть у тебя дальнейшие планы выступления? Да, конечно, стараться, тренироваться, чтобы занимать призовые места В Олимпийском Сочи стартовал матч на звании чемпиона мира по шахматам Борется за этот титул действующий чемпион норвежец Магнуса Карлсон и известный индийский гроссмейстер Вишванатан Анант Пока после четырех сыгранных партий счет равный 2-2 Кстати, с этими сильнейшими шахматистами на планете уже встречался и рязанский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин Но совсем недавно он победил на турнире в Ташкенте Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин выиграл гран-при, проходившим в Ташкенте При этом не потерпев ни одного поражения По итогам соревнования наш шахматист набрал 7 очков из 11 возможных Одержав 3 победы при 8 ничьих Сейчас Дмитрий Андрейкин является одним из сильнейших гроссмейстеров нашей страны Он имеет довольно внушительный послужной список в юношеских и молодежных шахматах Это и победа на первенствах мира, чемпионатах России А также он становился многократно призером крупных международных турниров Играть в шахматы Дмитрий научился довольно рано Уже в 5 лет пришел на секцию во дворец пионеров К известному тренеру и большому популяризатору шахмат Виктору Александровичу Пожарскому И уже под руководством этого знаменитого рязанского мастера Стал демонстрировать высокие спортивные результаты Мне повезло, я попал к хорошему тренеру Виктору Александровичу Пожарскому Мы с ним какое-то время занимались во дворце После чего он разглядел во мне талант И мы перешли на индивидуальные занятия Он приезжал к нам домой Мы достаточно много времени проводились за шахматами То есть я так навскидку скажу, что у меня в детстве было два увлечения Это футбол и шахматы То есть я выходил, у нас был очень спортивный двор такой Мы с мальчишками много времени проводили на футбольном поле И в свободное время дома я занимался шахматами То есть меня как-то школа не так сильно вдохновляла Вот, поэтому достаточно быстро удалось добиться первых успехов В 99-м году в Испании я стал чемпионом мира до 10 лет И это, наверное, повлияло на дальнейший рост На дальнейшее желание заниматься шахматами Потому что, ну, в любом случае успехи они вдохновляют Вот, и как-то так пошло-поехало Последние несколько лет Дмитрий Андрейкин учился в Саратовском госуниверситете Где жил и тренировался Но буквально пару месяцев назад он вернулся в Рязань Во-первых, университет еще не закончил У меня еще магистратура, там пару лет осталось В общем, я пока что заочно учусь Но вот месяца три назад я переехал в Рязань С женой, с ребенком Поэтому пока что да, пока что мы И чем собираешься здесь в Рязань? Заниматься все тем же То есть, во-первых, растить дочку Уделять время семье А во-вторых, ну, продолжать играть в шахматы Сейчас Дмитрий Андрейкин после своей победы На престижном гран-при в Ташкенте Планирует немного отдохнуть, чтобы уже в феврале Побороться за призы на следующем турнире Из этой престижной серии На этой неделе работники правоохранительных органов Отметили свой профессиональный праздник В Рязани, помимо официальных церемоний Состоялся юношеский турнир Подзюдо на призы регионального управления полиции На юношеском турнире подзюдо Посвященном Дню работник органов внутренних дел Состязалось около 70 ребят Турнир прошел на базе учебного центра Рязанской полиции Несмотря на то, что это все-таки детские соревнования Они проходили достаточно напряженно Даже во время схватки тренеры пытались дать Подопечным свои советы и указания Стали мы проводить соревнования к дню сотрудника органов внутренних дел МВД России Уже мы третий год, по-моему, проводим в этом зале Как бы уже традиционно По дзюдо среди маленького возраста 2004-2006 года рождения Конечно, детям нравится, видели, слышали Какие азарты, какие эмоции Все рады, все довольны Я думаю, мы полезное дело сделали Подобные соревнования по дзюдо проходят в нашей области ежегодно Причем главный судья турнира и заслуженный тренер России Александр Худинов отметил Что многие ребята пойдут служить в органы внутренних дел Потому специальные навыки и приемы борьбы Помогут им и в жизни Впрочем, применение приемов самообороны Должны быть только исключительно на соревновательном ринге Или в целях защиты себя и окружающих Мне очень трудно далась мне победа Я старался И хочу еще много раз занимать первое место Юные дзюдоисты показали достойный уровень борьбы А победители наградили кубками, грамотами и медалями И на этом на сегодня все Будьте спортивными, здоровыми И всегда у вас открывается второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин